Валерий Курас Снеги Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о человеке, который смог за один день обратить ко Христу целый город идолопоклонников. Имя этого удивительного просветителя – Святой Равноапостольный Аверкий. Был он епископом маленькой христианской общины в богатом городе Иераполь в Малой Азии. Город этот в то время, а происходило это во II веке, сплошь был населен язычниками. Как-то раз, совершая богослужение, услышал святитель дикие крики и вопли на соседних улицах. «Опять горожане буйно торжествуют, воздавая честь идолу бога Аполлона», – посетовал церковный диакон. Святитель Аверкий ничего не ответил на эти слова. Однако, придя домой, стал горячо молиться. «Господи, не оставь этого города, посмотри на помраченных людей, избави их от погибели, приведи их из тьмы к истинному Твоему свету». Не помнил святитель, сколько часов творил он молитву. Но когда от изнеможения погрузился в сон, то предстал пред ним светлый юноша и вручил святителю тяжелый жезл. «Иди, Аверкий», – сказал юноша, – «сокруши этим жезлом идолов и помни, я с тобой». Епископ тотчас проснулся и увидел в своей руке жезл. «Пришло время действовать», – сказал он себе и пошел к храму Аполлона. Была уже глубокая ночь. Двери храма оказались наглухо запертыми. Святитель с силой ударил в них жезлом, и они распахнулись. Аверкий вошел в храм, и в полумраке предстали перед ним каменные изваяния языческих богов. Не теряя ни минуты, начал он сокрушать их небесным жезлом. Один за другим идолы падали с оглушительным грохотом. Услышав шум, проснулись жившие неподалеку жрецы. Прибежали они в храм и чуть не упали в обморок. Каменные статуи, которые они так почитали, были разбиты на мелкие кусочки. А по всему этому крошеву преспокойно ходил христианский епископ, попирая бывших идолов ногами. «Ступайте городским начальникам и скажите, что боги ваши не поладили между собой и перебили друг друга», – сказал святитель Аверкий, онемевшим от ужаса жрецам. И с этими словами отправился к себе домой. С наступлением дня, когда весть о ночном происшествии разлетелась по городу, толпы разъяренных язычников направились к христианскому храму. «Смерть Аверкию!» – слышалось отовсюду. И казалось, ничто не могло укротить народный гнев. Как же поступил Аверкий? Он не укрылся в горах и даже не покинул города. Взяв жезл, пошел он на самую большую площадь города, встал там и начал учить людей христовой вере. «Вот он! Теперь ему конец!» – закричали язычники, увидев епископа. Но тут случилось нечто неожиданное. Когда разъяренная толпа уже совсем подступила к святителю, находящиеся здесь же на площади три юноши вдруг начали кататься по земле и кричать дикими голосами. Дело в том, что эти трое были одержимы демонами. Каких только жертв не приносили их родственники идолам, чтобы исцелить несчастных. Но все было напрасно. И вот теперь, придя в совершенное бешенство, бесноватые навели своим ужасным видом такой страх на толпу, что люди даже забыли, зачем пришли. Не испугался один святитель Аверки. Высоко подняв небесный жезл, он твердой поступью подошел к беснующимся и громко сказал, «Именем Христа моего, повелевая вам, демоны, выйти из этих людей и не чинить им вреда». С душераздирающим криком нечистые духи вышли из юноши. Те сразу успокоились и с благодарностью припали к ногам епископа. «Всесилен Бог, которого проповедует Аверкий!» Вдруг в общем порыве загудела толпа. И на следующее утро у святителя было очень много дел. Крестил он огромное количество язычников, а желающих крещения все пребывало. Так в самом центре языческой империи появился христианский город. На этом святой Аверкий не остановился. С проповедью обошел он Сию, Месопотамию, посетил Рим и везде обращал ко Христу множество людей. За свои великие труды святитель Аверкий назван равноапостольным, то есть равным апостолом. Запомним его святое имя. Я желаю вам всего самого доброго. И храни вас Господь, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok